Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами об особенностях подкормки малины в весенний период. Малина, конечно, является одним из излюбленных ягодников в наших садах. Наряду со смородиной, крыжовником, она занимает действительно весьма и весьма почетное место. Ароматные ягоды, наполненные витаминами, создадут и прекрасное настроение, и замечательный вкус самостоятельно в смеси с различными другими ягодами и фруктами. Неудивительно, что малину выращивают много и часто. Существует два основных типа сортов малины. Это малина с традиционным ростом, которая плодоносит на побегах второго года. И это ремонтантная малина, которую осенью скашивают на пень, она в течение лета отрастает и уже ближе к озеру, во второй половине лета, ближе к осени, дает обильный урожай. В настоящее время в садах в умеренной зоне чаще всего выращивают второй тип малины, именно ремонтантные малины. О ней мы сегодня и поговорим. Ремонтантная малина образует ягоды на побегах текущего года. И малина вообще, а ремонтантная малина в особенности, являются большими любителями азота. В отличие от смородины, в весенний период главная самая подкормка малины – это подкормка азотов. Опять же, в отличие от смородины, одной из наилучших идей в подкормке малины – это обкладывание, буквально обкладывание, можно с легкой заделкой, чтобы не терять этот азот, кустов малины органическими удобрениями. Это должен быть хороший перепревший компост навозный, это может быть помет птичий разведенный, пролить можно, можно в сухом виде разбросать. Это могут быть минеральные азотные удобрения. При выборе азотных минеральных удобрений необходимо отдать предпочтение физиологически или химически кислым удобрениям. Вот кальциевая селитра является щелочным удобрением, физиологически щелочным. А вот аммиачная селитра, а также мочевина, другие виды селитры являются более кислыми удобрениями. А я уж не говорю о сульфате аммония. Именно эти удобрения, если говорить о минеральных, стоит использовать при подкормке малины. Вносить нужно примерно 30-40 грамм удобрений по периферии куста, надо разбросать с небольшой заделкой. Как и в случае со смородиной, зачастую луночное внесение удобрений является весьма и весьма благоприятным. Вторым важным элементом питания, которым необходимо обеспечить малину в весенний период, является безусловно железо. Если малина ваша уже начала отрастать, в этом случае вы можете провести опрыскивание малины хилатным железом по нашему рецепту. Это исключит образование хлороза, в значительной степени снизит повреждения малины вирусными заболеваниями, которых у малины очень много. И вызовет правильное, гармоничное потребление азота малиной. Если вы сделаете подкормку малины азотом и в первую очередь органическими удобрениями, во вторую очередь минеральными по предпочтению, то в этом случае без урожая малины, что традиционной, что ремонтантной, вы не останетесь. Ну и еще нужно хорошо помнить, что малина является, как и смородина, весьма благолюбивым растением. Несмотря на то, что она более засухоустойчива, чем смородина, в это засушливое время, ну, не знаю, как у вас, а в Беларуси вообще засуха, вся весна это сплошная засуха. Если почва на глубине 15-20 см не является основательно мокрой, то перед любой подкормкой, будь то луночная или будь то обыкновенная, обязательно растение необходимо пролить. Ну, если у вас нет такой возможности, ну, тогда, конечно, подкормите без пролива. Но пролив малины, как и смородины, является очень-очень важным для правильного усвоения питательных веществ, для того, чтобы малина отдала вам большой урожай. Итак, кормите малину азотом и поите ее водой, и вы без урожая не останетесь. До новых встреч!